Всем огромный привет! И сейчас я сниму видео, к которому готовилась очень тихо, никто об этом не знал, несколько месяцев. И оно касается моего совместного тура вместе с подписчиками. Этот тур организован двумя крупнейшими туроператорами, итальянским Калдана и российским Данком. У каждого из них много десятилетний опыт сотрудничества с туристами, организации туров. Поэтому я очень-очень надеюсь, что все пройдет как по маслу. Сразу оговорюсь, что в этот тур могут поехать не только подписчики, но и все желающие, потому что по сути между собой вся группа будет незнакома. И я вернулась к вам с подробностями, хочу рассказать конкретнее о ценах, о программе тура, о каких-то нюансах. И так обо всем по порядку. Тур запланирован в странах Италия и Франция. То есть прилет будет в Италию и основной маршрут движения через Италию, во Францию и обратно по разным городам. Я в общем тут взяла с собой маленькую железную шпаргалку, буду подглядывать, потому что запомнила все вообще нереально. Все запланировано на 24 июня 2017 года. И если вы планируете поехать, то надо оставить бронь до 14 мая. Соответственно, если к этому времени, к 14 мая набирается группа, тогда к 19 мая все должны произвести оплату. Минимальное количество людей 45 человек, лучше 46, потому что при размещении по двое цена сильно меньше. Соответственно, если 45, это нечетное количество людей, один кто-то будет жить в одноместном номере. Я планирую поехать с Серегой. Так что, если вы хотели познакомиться с нами. По поводу Алисы, конечно же, мы ее с собой не берем, потому что там предполагаются ночные экскурсии, в том числе переезды. И я даже не представляю, как с ребенком в автобусе ехать, полный автобус людей, ей что-то не понравится. Она будет кричать, плакать. Она еще толком, скорее всего, не будет ходить, потому что ей годика не будет. Она будет, соответственно, постоянно или в коляске, или на руках, а ей хочется ползать, просто сидеть ей скучно, а ползать там негде. Ну, в общем, я подумала, что это, ну, очень-очень-очень для нее тяжело, для тех, кто поедет, скорее всего, тоже. Если к оговоренной дате, а именно к 14 мая не набирается группа, тогда дата тура переносится или он отменяется. Потому что, если небольшое количество людей, туроператору просто невыгодно этот тур организовывать. Из каких городов будут вылеты? Москва, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград. Пять городов. Если вы в другом находитесь, но хотите полететь, то можно просто через пересадку из любого города. Также с нами вместе могут отправиться в путешествия жители Европы. У них будет свой прайс без учета авиаперелета, они могут там доехать или билеты купить, опять же, через туроператора уже итальянского или самостоятельно. Если вы живете в странах СНГ, там Украина или Минск, ой, Минск, Белоруссия, то вы также можете приехать в Россию и отсюда отправиться. Изначально была информация, что вроде бы как будет отдельно вылет из Минска, но насколько я сейчас знаю, она не подтвердилась. В любом случае я могу что-то не так сказать или где-то перепутать или еще что-то уточниться. Информация будет в актуальной группе ВКонтакте. Итак, сразу скажу, что это не какое-то сомнительное мероприятие. В прошлый раз, когда я анонсировала это предложение, многие сказали, а это случайно не какой-нибудь дядька из Нигерии под кустом, там пишет, Алена, дорогая, пересылай мне на Киви денежки, я тебе организую супертур. На самом деле этот наш тур, он называется Французская сказка 24.06.17, он есть на официальном сайте туроператора Данка. Вот, как вы знаете, это раскрученный туроператор, которому миллион лет, он уже зарекомендовал себя, и мы, кстати, с ним даже путешествовали. И там, соответственно, это официальный тур, вы приобретаете не у какой-то тети Глаши, а в официальном офисе Данка. Все адреса офисов есть у них на сайте. Теперь подробнее про программу. Значит, я в группу ВКонтакте загрузила скрины. У меня на почте есть вся программа вместе с фотографиями, в то время как на официальном сайте Данка она просто, ну, текстовка. Я, во всяком случае, впечатлилась, и уже одну ногу там я засыпаю уже где-то в Сан-Марино, на крепости, ничего не могу с собой поделать. Приезжаем мы в Италию, в аэропорт Риммини. Если будет время, там такая есть оговорка, что зависит от времени прилета. Если ранний рейс, то получится сгонять еще в Сан-Марино. Я там уже была два раза. Там есть на что посмотреть. Если не получится съездить в день прилета, но будет последний день вылета, вечерний рейс, тогда обещают экскурсию сделать вечером, в день вылета. Ну и, соответственно, это не железобетонный пункт программы, потому что он зависит от чартеров, да, и он может случиться, может нет, но там, помимо этого, еще огромное количество всего интересного. По поводу отелей. Отели будут три звезды повышенной комфортности. То есть, мне, как сказали, три звезды бывают разные. Это будет лучше из возможного, дабы не слишком высокая цена была. Первый день, если получится, будет много свободного времени в Сан-Марино, и нас отвезут в отель в Риммини или в пригороде Риммини. Это итальянский город, там, кстати, есть море. У меня отдельно везде отмечено, что там будет шампанское. Мне написали шампанское бесплатно от туроператора. Значит, во второй день мы отправляемся в Милан. Вообще, вся траектория движения выстроена так, чтобы двигаться к Парижу. И я задумывалась над тем, чтобы, может быть, остановиться подольше в каждом городе. Но смысл в том, что мы тогда не доедем до Парижа, так как, в принципе, надо преодолеть довольно большое расстояние. И хорошо бы, чтобы это не было изнурительно. То есть, лучше каждый день понемножку ехать, попутно заезжав в какие-то интересные города, где уже все экскурсии включены. И, кстати, отмечу, что мне сказали в стоимость специально включили все экскурсии, дабы потом не приторговывать в автобусе. Как это, я помню, раздражало меня просто во всех турпоездках, когда там дают, шантаж чуть ли. У нас было такое, что вы вообще приехали, если вы платные экскурсии не берете? Без денег надо дома сидеть, жмотан тоже, тут не место, ну и прочее. Мне ужасно хотел, чтобы этого всего не было. Так вот, тур будет максимально насыщенный. И все, что можно, туда уже включили, дабы потом дополнительно не переплачивать. Что именно не включено, там в группе указано, это там наушники дополнительно. Если будет вход в какой-то музей, туристический налог, как там так называется, в некоторых гостиницах оплачивается в районе 2-3 евро в день на человека. И, ну, как обычно, виза, страховка. В общем, если я что-то забыла, то в группе будут подробности. Экскурсии будут практически в каждом городе, в том числе автобусные, и будут даже ночные. Вот так, я ни разу не была на ночной экскурсии. Безумно интересно посмотреть, в частности, в Париже, но мы до этого еще дойдем. Итак, мы едем в Милан. В Милане будет экскурсия по лучшим, самым интересным достопримечательностям. После экскурсии в Турине будет размещение в гостинице и ночевка, соответственно, тоже в Турине. То есть за день получится посетить два итальянских города. В третий день уже держим курс во Францию и по пути останавливаемся на высочайшей европейской горе Европы. В европейской горе Европа Монблан. Там можно будет пофоткаться, пообедать. И потом мы отправляемся во французский город Дижон. Это Бургундия. Бургундия это вина. При желании можно будет продегустировать французские вина. И на этой веселой нотке отправиться дальше, где также будет экскурсия. Ночь мы проведем уже в окрестностях Парижа в городе Эври или Эври. Я тут параллельно, вы не поверите, сижу, пытаюсь завикипедить ударение, но во многих источниках даже его нет. На четвертый день уже непосредственно выезжаем в Париж и по пути заезжаем в Версаль. Там будут Версальские сады, Версальский дворец. Если получится, то пойдем на экскурсию во дворец. Зависит от очереди, как уложимся, успеем, не успеем. И будет также экскурсия с гидом, уже включенная в стоимость, по Версальским садам. После того, как мы все посмотрели, мы едем в Париж. И в Париже у нас же ждет целых две экскурсии. Я ни разу в жизни не была в Париже, и для меня это маленькая мечта. Реально, вот если я думаю, где бы я хотела побоедать, я думаю про Париж. Итак, в Париже будет пешеходная экскурсия с гидом и также экскурсия на Мон-Матр. Более того, еще будет ночная экскурсия автобусная по Парижу. Это просто супер-супер-супер, потому что и не страшно, вы сидите за стеклом, можно расслабиться. Где-то может и поспать, я не знаю, в Коместене буду, но в ночные огни, представьте, скорее всего, Эфилева башня, да, с подсветкой. Это просто волшебно, ты отдыхаешь, получаешь новые впечатления. На следующее утро мы отправляемся на Лазурный берег Франции. По пути заезжаем в город Осир. В общем, в моей шпаргалке написано, на центральной площади города Осир продают трюфеля виноградных улиток и знаменитую говядину по-бургундски. Конечно же, знаменитое терпкое бургундское вино Шабли. После того, как мы погуляем по Осиру, пообедаем, отдохнем, посмотрим достопримечательности, отправляемся в сторону города Леон. Леон это родина Сент-Экзюпери, гастрономическая столица Франции, а также столица Шолка. В Леоне гид пройдет нам подробную экскурсию по достопримечательностям города. С утра шестого дня мы отправляемся в Ниццу, я там тоже никогда не была. Будет обзорная экскурсия с гидом по основным достопримечательностям и посещение музея духов. И после этого мы отправляемся в одно из трех самых маленьких государств мира, в Монако. Княжество Монако, а именно в столицу Монте-Карло. Седьмой день уже начинаем держать курс в сторону аэропорта. У нас по программе будет город Ланге. Ланге, это винодельческий регион, там предусмотрена экскурсия на винодельческое производство. Также там будет дегустация вин, и у меня есть пометочка, что именно в этом регионе на этих винодельнях производят знаменитое шампанское Асте Мартини. Далее мы следуем в город Парма, где будет также экскурсия с гидом. И уже размещаемся в отеле в пригороде Римени. И поужинаем там, и в общем на отдых, потому что на следующий день нам улетать. Для тех, у кого на восьмой день вечерней рейсы будет поездка в Сан-Марина, ну, у кого утренние рейсы, тот пораньше попадет домой. Как я уже сказала, все отели повышенной комфортности или повышенного класса, по-разному пишут, три звезды, включены только завтраки. Был вариант включить и ужина, это бы, по-моему, обошлось где-то плюс 200 евро. Но, посоветовавшись с торооператорами, сказали, что лучше на месте все-таки выбирать кафешки какие-то, местные. Больше, получается, простора для фантазии, для действий. И мы сами, когда путешествуем, в основном старались брать именно завтраки, потому что тогда ты не привязан к отелю, ты можешь на вечер пойти, не знаю, куда-то погулять, еще в любую понравившуюся кафешку зайти, заказать из меню все, что тебе хочется, за те же деньги, в принципе. Очень важный момент, что с нами будет сопровождающий или гид, он будет полностью всю поездку. Вот такие вот дела. Еще хотела отметить по поводу своей роли во всем этом мероприятии. Я не являюсь организатором, я такой же участник, как и вы. Просто где-то немножко поучаствовала в создании формирований направлений тура и являюсь приятным бонусом для некоторых. Под первым видео я читала такие комментарии, то что, ой, классно там Алена будет, это же вообще не скучные переезды, будет байки травить. Анекдоты рассказывать. Если честно, я не планирую быть в роли дрессированной собачки. То есть, если у меня будет настроение, силы, желания, я не буду спать, там еще что-то, я, конечно, с удовольствием поотвечаю на вопросы, расскажу вам про блогерские дела. Но как бы я тоже человек, я могу стать и могу просто делать это в какое-то другое время. Но как бы сразу скажу, что я не планирую, не знаю, выполнять роль жонглера, который... Опа, 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 все на меня, все на меня, все на меня. По стоимости цена от 65 тысяч, она зависит от города вылета. От туроператора Данка у нас есть сотрудник ответственный, который будет полностью заниматься оформлением договоров, который владеет всеми нюансами, может ответить на все вопросы. Ее зовут Мария Шапкина, и под видео, а также в группе ВКонтакте, на которое я под видео оставлю ссылочку, будут ее телефонный номер добавочный. И если у вас есть какие-то сомнения, вопросы, что-то хотите уточнить, либо уже оставить бронь, то прям ей звоните и сообщайте об этом, она будет заключать договор. Непосредственно оплачивать все можно в офисах Данка, либо онлайн с помощью банковской карты, как всегда. Визу и страховку также можно оформить через Данка. Непосредственно точную стоимость тура из вашего города вылета можно посмотреть на сайте Данка. Для этого все очень просто. Заходим на главную страницу, там есть поиск тура или подбор тура. Выбираем город, из которого доступен вылет. Я перечислила пять городов. Далее листаем окошечко названия тура, выпадающие. В самом низу будет французская сказка 24.06.17. Выбираем ее, нажимаем и сможем видеть стоимость при двухместном размещении на двоих и также полную программу этого тура. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите Марии Шапкиной. Также можно их задавать в группе ВКонтакте. Я думаю, там тоже она сможет отвечать. Если что, я постараюсь узнавать, отвечать. Ну, в общем, если вы заинтересовались, то вступайте в группу. Там можно будет познакомиться непосредственно с программой, точнее все нюансы. Ну, если группа не наберется, тогда до лучших времен все отменится. Может быть, когда-то получится этот опыт повторить. Но я думаю, что все-таки надежда жива и, может быть, все выйдет. Вот, большое всем спасибо за внимание. Пожелайте удачи! Всем-всем пламенные поцелуйчики. Жду от вас обратной связи. Встречаемся в комментариях. И всем пока!